Янина Студилина Янина Студилина Поэтому родные отвели девочку в Омскую музыкальную школу с театральным уклоном, которую девушка окончила в 2000 году Родители хотели, чтобы дочь получила серьезную профессию По вину и желанию родителей Студилина, окончив школу, становится студенткой финансового университета при правительстве Российской Федерации В студенческие годы Янина подписала контракт с модельным агентством В этом же году Янина дебютировала на телевидении, появившись в роли телеведущей на РУ-ТВ В 2009 году девушка окончила учебу в УЗИ и получила диплом магистра экономических наук, чему была очень рада Но девушку непреодолимо влекли театры кино Янина мечтала не о сухих цифрах и бизнес-проектах, а о ролях Поэтому Студилина получила второе образование, выбрав театральный институт имени Бориса Щукина Здесь Янина училась на курсе, где наставниками был Поглазов и Маркин В 2011 году окончив вуз, девушка отправилась в Нью-Йорк и прошла стажировку в легендарном театральном институте Ли-Страсберга В это время и началась творческая биография Дебют Янины Студилины на киноэкране состоялся, когда девушка еще училась в УЗИ Начинающая актриса снялась в ряде эпизодов Среди первых картин «Счастливы вместе» — «Провинциалка», «Школа номер один» и другие Но узнаваемая актриса-сибирячка становится после появления в Ранетках, где играет Полину Зеленого Главные роли в музыкальном сериале исполнили участницы популярной молодежной группы Ранетки Действие сериала начиналось с того, что новенькая девочка Аня переходит в 10 класс И после того, как директор школы решает собрать школьную группу Объединяется с новыми подругами в Girls Band под названием Ранетки Героиня Янины — одноклассница девушек, бывшая модель и главная интригантка школы Полина на протяжении сериала меняла нескольких подруг И предавала друзей и одноклассников, чтобы устроить собственную жизнь За Ранетками последовал фильм «Город соблазнов», в котором Янина получила роль Имевшую в дальнейшем немалое влияние на будущую карьеру актрис Как и в Ранетках, девушка изображала интригантку и рассудительную сердцеедку Холодную и расчетливую Причем настолько вжилась в образ, что потом в интервью журналистам пришлось объяснять Что экранная роль не имеет ничего общего с настоящей Яниной, доброй и отзывчивой В том же 2009 году актриса появилась в триллере «Ясновидящий» Янина сыграла второстепенную роль секретарши Маргариты Но зрителям запомнился этот образ Потому что в этой картине актриса впервые появилась на экране практически голой В одной из сцен Маргарита лежала на диване, прикрывшись только жакетом 2012 год принес студильная роль Анюты в киноромане «Белая гвардия» В ленте был собран воистину звездный состав Именно в этом проекте на талантливую артистку обратил внимание Федор Бондарчук И предложил Янине роль Марии в киносаге «Сталинград», вышедшей на экраны в 2013 году Актриса сыграла роль девушки Маши, которая осталась в осажденном Сталинграде Вместе с еще сотней тысяч человек, гражданского населения, которые не успели эвакуировать Маша удивительным образом похожа на спокойную жену Гауптмана Вермахта Который и находит девушку в Сталинграде Это сходство ложится в основу любовной линии картин В этой ленте студильный работал на съемочной площадке с немецким актером Томасом Кречман Который с восхищением отметил сходство артистки с Шарли Стерон После этой звездной роли на актрису обращают внимание все больше знаменитых режиссеров Увидевших девушку в Сталинграде, в новом свете И поверивших, что актриса вышла за рамки одного амплуа С премьерой картины артистка объездила весь мир И обрела собственную нишу в российском кинематографе При этом фильм получил противоречивые отзывы критиков Как положительные, так и резко отрицательные В положительных отзывах чаще отмечались технические моменты фильма Сложные спецэффекты, саундтрек и масштаб батальных сцен и отнятых планов Критики же фокусировались на сюжете, режиссерской работе Бондарчука И актерских талантах, появившихся на экране артистов Фильм обвинили в отсутствии драматичности и стройности смыслового наполнения Также в безжизненности сюжета И положительные и отрицательные отзывы подчеркивают Что фильм отступает от реалистичного отображения события В пользу мифологичности и мелодраматической линии Как и предполагалось, после Сталинграда Янина Студилина проснулась знаменитой В этом же году девушка снялась в откровенной фотосессии для глянцевого журнала В 2014 году актриса появилась сразу в двух ярких сериалах Один из них мелодрама под названием «Чужая жизнь» режиссера Андреса Устмуа Рассказывает о судьбе девушки Зои, родшей в порядочной провинциальной семье Со строгими устоями Попав в столицу, Зоя добивается многого Но в один день привычная жизнь рушится, как замок из песка Во второй многосерийной ленте под названием «Турецкий транзит» Янина Студилина сыграла сразу две роли Наташи Тимофеевой и Риты Звонаревой Героини картины невероятно похожи, но судьбы девушек кардинально разные Одна дочь миллионера, вторая провинциалка Которую бедность толкнула на путь преступления Однажды героини оказываются в Турции, где по стечению обстоятельств меняются судьбами Также актриса исполнила роль Таты Смирновой В остросюжетной мелодраме «Красная королева» О жизни знаменитой советской манекенщицы Регины Сбарской Личная жизнь Янины Студилины становится предметом повышенного внимания После проектов, принесших девушке популярность Актрисе переписывали романы со многими коллегами С которыми девушка вместе снимала Но подтверждение получил только один С младшим сыном продюсера Александра Роднянского Саши Вместе эта красивая пара появилась на Кинотавре в 2009 году С тех пор Судилина и Роднянский больше не разлучается Известно, что молодые люди женаты, но ведут довольно закрытый образ жизни Актриса с мужем Не пригласили фотографов на собственную свадьбу и в дом Справедливо считаю, что это их личная жизнь, в которой нет места чужим Но в остальном актриса не скрывает от поклонников Янина Студилина ведет аккаунт в Инстаграме На собственной странице актриса выкладывает Как фотографии со съемок, так и кадры из поездок, прогулок и даже около бассейна При этом актриса не позволяет себе поделиться с подписчиками Совсем уж домашними кадрами в Инстаграм Янина выкладывает кадры с макияжем и уложенными волосами В модной одежде и с милыми улыбками В 2016 году Янина Студилина появилась в составе главных героев комедийного сериала «Остров» По сюжету сериала группа молодых людей, мечтающих стать звездами телевидения Проходит кастинг на участие в новом реалити-шоу В ходе шоу участники будут соревноваться, выживая в дикой среде На тропическом острове, проходить испытания, чтобы найти еду, воду и укрытие Съемочная группа почти доплывает до острова, но на корабле начинаются неполадки Конкурсанты попадают на остров в одиночку Участники принимают взрыв, привезшего группу корабля за сигнал к началу реалити-шоу Молодых людей не смущает отсутствие камер и телеведущих Конкурсанты уверены, что это новый формат шоу, нужный для особенного релиза И вместо того, чтобы пытаться выбраться с неприветливого острова Неудавшийся участник телешоу пытается выиграть в соревнованиях, которых нет Актриса исполнила роль Ольги Фейгус, героиня Янина Студильной, стерва и красотка Которая прекрасно знает себе цену Янина Студильна, чьи параметры близки к модельным Рост актрисы составляет 168 см, а вес 53 кг, достоверно смотрелась в роли модницы и сердцеедки Ее героиня Ольга мастерски разбирается в моде и стиле, постоянно следит за собой и занимается спортом Может получить сердце практически любого мужчины Ольга росла в небогатой семье, но обладала миловидной внешностью Рано поняла, что нравится мужчинам Девушка осознала, что интерес состоятельных мужчин Это то, что может вытащить красавица из нищеты Взрослые мужчины, с которыми общалась девушка, далеко не всегда поступали благородно Что в конечном итоге и сделала Фейгус циничной и жестокой Ольга не умеет общаться и сходиться с людьми Девушка обладает неприятным характером и страдает от мании величия Официальный сайт сериала сделан в виде сайта телешоу, на который ехали персонажи телекартины На этом биография столь замечательной актрисы подошла к концу А вы ставьте лайки, пишите комментарии и не забывайте подписываться на наш канал Всем пока!